Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко работает в Югре. Накануне вместе с полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Натальей Комаровой она посетила Когалы. Сегодня председатель работала в Сургуте. Валентине Матвиенко презентовали перинатальный центр. Учреждение это действительно уникальное. Здесь оказывают практически все известные виды помощи маме и новорожденному. Начиная от естественных родов и заканчивая сложными операциями. Наталья Соловьева расскажет о визите гостей в медучреждение. Минуты и часы отделяют Надежду Кузьменко от встречи со своим сыном Львом. Предположительно вес малыша 4,5 килограмма. Плановое Кесарево по показаниям будут делать в Сургутском перинатальном центре. У меня две девочки и будет третий мальчик. Он очень долгожданный, мы очень ждем. Наконец-то это сегодня произойдет. Очень волнуюсь. До семи операций Кесарева в сутки. Около трех тысяч за прошлый год. Но это только верхушка айсберга. В Сургутском перинатальном центре проводят самые сложные операции. Учреждение оснащено передовым оборудованием. О его возможностях рассказали председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. В этой рентгеноперационной с помощью ангиографа проводят самые ювелирные манипуляции. Мы здесь осуществляем операции диагностические, либо лечебные на сосудах. У беременных женщин это при патологической плацентации, предлежание плацента, врастание плацента. Мы можем проводить предоперационную подготовку для снижения рисков инвалидизации женщины, рисков кровопотери, для того, чтобы ее преподуктивная функция в будущем смогла себя реализовать. Важно не только помочь родить здорового ребенка, но и дать возможность маме при желании вернуться сюда еще раз, за вторым, третьим или четвертым малышом. В Сургутске перинатальный центр приезжают из разных уголков Югры. Алсу Сабитову направили сюда Коголымские врачи. Ее ребенок готовится появиться на свет на 11 недель раньше срока. Первого ребенка рожала в Челнах, Татарстане. Сейчас получается здесь, но здесь намного лучше, намного круче все. Все есть, врачи хорошие, отзывчивые, доброжелательные. Кнопка вызова, вставать не надо. В планах Сургутского перинатального центра более тесное сотрудничество с научным сообществом. Это учреждение заходит в систему нашего научно-технического центра в составе такой практической единицы, например, для центра биомедицины. Научные изыскания в этой области здесь и сейчас применяются на практике. Вопросы, возникающие при диагностике, станут предметом научного исследования. Высокие технологии в руках профессионалов помогут большему числу мам и малышей быть здоровыми. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, телерадиокомпания Югра, Сургут. Субтитры создавал DimaTorzok